МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сбалансированная политика Тбилиси в отношении с Кремлем. Что происходит в конфликтных регионах Абхазии и Южной Осетии? Об этих и других темах поговорим со специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе. После недавних парламентских выборов в России и Грузии обе стороны заинтересованы в продолжении диалога по вопросам активизации грузино-российских отношений. Так прокомментировал российский МИД, прошедшую недавно очередную встречу переговорного формата Карасина-Абашидзе. Официальный представитель Тбилиси также выразил оптимизм в связи с результатами по нормализации отношений, достигнутыми за последние 4 года. Каждый день мы слышим о новых похищениях граждан Грузии на так называемой границе. Колющая проволока двигается вглубь территории страны. Есть ли причина говорить об оптимизме? И поддерживают ли сбалансированную политику официального Тбилиси западные партнеры? Сегодня с нами в гостях специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией. И первый вопрос. После вашей недавней встречи с господином Карасиным было объявлено об организации бизнес-форума, где примут участие российские и грузинские бизнесмены. Как я понял, он пройдет в Тбилиси. Интересно узнать, что Грузия ждет, какие результаты Грузия ждет от этого форума, почему сейчас это стало возможно, и кто примет участие, если уже есть информация об участии. Спасибо за приглашение. На самом деле на ноябрь-дикабрь планируется приезд в Грузию группой российских бизнесменов. В принципе, это не впервые. Они уже здесь присутствуют, я имею в виду, российский капитал, довольно в большом количестве. Но проходил ли такой форум на официальном уровне? Сейчас, как я понимаю, это уже делается. Не знаю, форум это или нет. Будет встреча с грузинскими коллегами, с грузинскими предпринимателями. И в Грузии в целом более тысячи компаний с разной формой присутствия российского капитала. Более тысячи. То есть довольно значительное присутствие. У них хорошие условия. Все время было так. Проблемы им никогда никто не создавал. И я думаю, что и этот приезд тоже определенный даст импульс развитию торговых связей. Есть ли конкретные темы, которые уже планируются? Для нас главный интерес, конечно, увеличение грузинского экспорта в Россию. Импорт до сих пор преобладает. То есть Россия завозит сюда больше, чем мы отсюда вывозим в Россию. И, конечно, любая страна заинтересована там, чтобы сбалансировать вот этот разрыв. Но до 2012 года вообще была ситуация ненормальная, когда российский рынок был полностью закрыт для грузинского экспорта, грузинской продукции. А грузинский рынок был открыт. Так что мы этот дисбаланс исправили. За последние девять месяцев этого года вырос как экспорт, так и импорт. Где-то все вместе где-то на 17%. Вы вот сейчас тоже сказали о росте торговых отношений, каком-то развитии в плане гуманитарной сферы. Но есть заявления после многих встреч делаются о том, что есть прагматичный подход в отношениях с Россией, направленный на развитие именно вот этих сфер. И что сейчас за последние четыре года был снижен градус напряжения в двусторонних отношениях, что позволяет вот в рамках этой площадки начать или двигаться в сторону решения сложных вопросов, таких как оккупированная территория, Южная Осетия, Абхазия. А правительство Грузии или вы лично считаете, что вот такие действия, прагматичный подход или снижение градуса может Россию побудить, отозвать независимость? Ну, знаете, мы надежду стараемся не терять и сохранять определенный оптимизм. Несмотря на то, что иногда процессы в плане урегулирования тех сложных вопросов, которые вы упомянули, вроде бы не всегда дают почву для оптимизма. Значит, вот эти проблемы в основном связаны с безопасностью, с гуманитарной ситуацией в конфликтных регионах, рассматриваются на женевских международных консультациях, и там часто отмечается, и мы тоже делаем соответствующее заявление, что попытки и конкретные шаги по интеграции, дальнейшей интеграции этих регионов в Россию здесь воспринимаются, естественно, соответствующим образом. Мы это считаем де-факто шагом в сторону аннексии этих регионов, в частности, где так называемые договоры по интеграции, которые предусматривают дальнейшую интеграцию и в плане безопасности, и в плане экономическом, в социальном, вот этих регионах в Абхазии, Южной Осетии, в Россию здесь однозначно воспринимаются негативно, и не только нами, но и международным союзам. Ну, учитывая, что вы только что сказали, что это воспринимается как аннексия. Как мы знаем, до сих пор не выдан абхазский пограничник, который обвиняется в убийстве Гиги Атхазори. То есть говорить о оптимизме в развитии отношений с Россией и в условиях продолжения, и это не прекращается, действий России на оккупированных территориях и глобальной политике, вы считаете, что это правильный подход, он прагматичный, и за четыре года, которые прошли, ситуация сильно изменилась. Меняется ли позиция Грузии в этом плане в связи с этими действиями? Да, определенная сложность есть восприятия, конечно. То, что с одной стороны происходят вот эти сложные процессы в этих регионах, прежде всего связано с тем, что Россия признала так называемую независимость Абхазии и Южной Осетии, тем самым создав заколдованное кольцо в правовом смысле, откуда выходить, выхода пока еще не видно. Несмотря на это, мы продолжаем свои попытки искать пути хотя бы пошагового какого-то урегулирования создавшейся ситуации. Но вот вы сказали, что насколько это соответствует процессу нормализации, мы специально не используем такие термины, как нормализация, гармонизация и так далее. Я взял цитату из вашего комментария, где было не нормализация, а сказано, что этот процесс развития внушает оптимизм. Мне интересно, что здесь внушает оптимизм, учитывая вот эти трагические... Мы еще в 2012 году определили в том плане, что надо искать точки соприкосновения, несмотря на такую драматичную ситуацию в двусторонних отношениях. Надо искать точки соприкосновения и решать те проблемы, которые возможно решать в этой ситуации. Ну вот ситуация в Украине, Крым, ситуация сейчас в Сирии, они не... То есть 2012 год, он был почти 5 лет назад. Ситуация сильно изменилась и изменилась в худшую сторону. На тот момент речь шла только о Грузии, сейчас вот этих конфликтных зон стало гораздо больше, и агрессивная политика, она продолжается, в том числе и в Грузии. Не стоит ли изменить, на ваш взгляд, внести какие-то изменения в связи с изменениями глобальной политики и пониманием того, что ситуация с точки зрения Российской Федерации в лучшую сторону не меняется? Ну, в глобальную политику мы изменения вряд ли сможем внести. А то, что касается нас, мы стараемся максимально уменьшить внешние угрозы, максимально уменьшить риск и возможность возобновления нового насилия, нового конфликта вооруженного. А вероятность этого довольно высока. Когда вот на маленькой территории, буквально 20 километрах от Велеси, находится такое количество вооружения, присутствие вооруженных формирований других стран, другой страны. Вот здесь даже самый такой малый инцидент может вызвать спираль и развитие ситуации в таком русле, что ее потом очень сложно будет остановить. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы снизить опасность возникновения нового конфликта. И такие контакты, такая коммуникация дает возможность того, чтобы элементарно, во-первых, обмениваться информацией, если возникнет какая-то форс-мажорная ситуация. А с другой стороны, повторяю, что решать те проблемы, которые представляют заинтересованность для одной стороны, для другой стороны. Мы решили, что торгово-экономические связи, освобождение тех людей, которые там отбывают наказание за шпионаж многолетний, какие-то вопросы, связанные с нашими фильмами, архивами, которые находятся в Москве, значит, в госфильмофонде «Вернуть их обратно в Грузию», для того, чтобы наша продукция поступала на российский рынок. Это не должно восприниматься так, что мы от чего-то отказываемся. Да, но это не вносит некий дефонанс, скажем так. Когда мы говорим, я читал эти новости про архив фильмов, понятно, что это очень хорошо, но когда за день до этого идет новость про то, что очередной гражданин Грузии на так называемой границе его похитили, одновременно мы говорим, и понятно, кто это сделал, одновременно мы говорим о том, что вернули фильмы. Да, естественно, у нас монеты иногда тоже больше, чем две стороны, поэтому иногда сложно это, наверное, воспринимается. То есть по факту получается, что мы говорим, грузинская сторона, мы говорим о попытках развития или хотя бы балансирования отношений с Российской Федерацией, каких-то успехов, может быть, больших-небольших в плане торговом, экономическом, гуманитарном, и при этом параллельно мы видим новости про продолжение аннексии и колючую проволоку. Ну, в любом случае, знаете, та ситуация, которая была создана в 2008 году, и последующие годы, если взять статистику, вот такие инциденты происходили намного больше. Значит, вот произошел в этом году очень неприятный инцидент, драматичный случай, когда убили человека, просто застрелили в так называемом контрольно-пропускном пункте, я имею в виду гигаотхозория. И, конечно, это большая трагедия, мы всячески стараемся, чтобы наказали, наконец-то, преступника. Но вместе с тем, хотя это вряд ли успокоит родителей, близких, такие случаи, значит, до 2012 года происходили сплошь и рядом. Сплошь и рядом. И аресты людей, похищения людей, так называемые, вот этой храницей, то, что мы называем оккупационной линией, происходили намного лучше. Чаще и более сложнее. И женевские переговоры, они привели к результату, да? Результат то, что, во-первых, снизился накал, эти случаи уменьшились. Есть динамика тоже уменьшения вот таких инцидентов. Созданы механизмы по предотвращению вот таких случаев, таких инцидентов. Вы сказали про международные отношения. Как партнеры западные, да? То есть у Грузии есть официально декларированный курс. Это евроатлантическая интеграция. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз – это стратегические партнеры Грузии. Что они говорят? То есть то, что Грузия работает на то, чтобы снижать этот градус и, может быть, даже развивать какие-то отношения, это способствует или это негативно сказывается? Ну, я вам должен совершенно чётко сказать, что с их стороны есть полное понимание, полная однозначная поддержка со стороны и Евросоюза, и лидеров европейских, и администрации США. Мы слышим часто заявления, комментарии европейских послов. Американский посол не раз высказывался в поддержку вот этого нашего прагматичного подхода. То есть наш подход таков, что мы не можем взять позу, что не будем разговаривать с Россией до тех пор, пока она не выполнит все те условия, которые мы считаем необходимыми для прогресса. Ну, так не бывает. И они считают, и мы считаем, что и грузинская сторона тоже должна сделать всё, что в её силах для того, чтобы сделать хотя бы малые шаги в плане регулирования. Ну, вы, наверное, слышите, что я послушаю. Вот я повторю, что если мы, значит, отвернёмся друг от друга, не будет никакой коммуникации, мы от этого ничего не выиграем. Мы не смогли бы вернуть наших людей, вот семь человек, наши граждане. Вот вы упомянули фильмы, мы, значит, на 850 миллионов долларов вывезли продукцию за последние три с половиной. Но всё это идёт в нашу экономику. Разве это очень позитивное, безусловно. Миллион российских туристов приехали в Грузию в этом году. Наверное, хоть минимум на 200 долларов надо умножить. Это большая сумма. Это всё укрепляет нашу страну, нашу экономику. То, что мы берём и в плане торговли, это нам принадлежит по праву. Грузия поддержала вступление России во Всемирную торговую организацию. Россия торгует в Грузии. Так что мы имеем полное законное право, в том числе как и члены, значит, и Россия, и Грузия, значит, Всемирной торговой организации, чтобы пользоваться теми же благами и торговать на российской территории. Мы добились того, что, значит, изменилось в лучшую сторону значительно, значит, и ситуация с визами. И сейчас намного легче получить российские визы. Поэтому количество выдаваемых России виз для грузинских граждан в этом году удвоилось. Это я повторяю, что это то, что в цивилизованном мире... Можно сделать. Каждая сторона, каждое государство... Но, к сожалению, это не ведёт к решению главной проблемы. Не ведёт, я с вами согласен. Стратегической цели решить вопросы по первому территории здесь не стоит. Да, безусловно. Пока этого не видно. Но мы, значит, думаем и надеемся на то, что наша активность и наша целеустремлённая работа в этом плане тоже даст результаты. Вот я вам сказал, что снизился накал напряжённости, инцидентов меньше стало, меньше стало и вероятности возникновения нового конфликта. Это улучшило ситуацию и внутри Грузии, внутри политическую. Это увеличило притягаемость Грузии для инвесторов. Вот сегодня объявили данные международной организации Всемирного банка о том, что Грузия поднялась на 17-е место. Вот то, что мы сняли проблемой возникновения конфликта, ну, просто грубо скажем, не приедет инвестор в страну, которая раз в пять лет воюет с Россией. С этой точки зрения это абсолютно понятно, что тем более жизни людей, инциденты – это очень большое продвижение. Мы должны пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, мы должны укреплять государственность, экономику, приглашать и создавать привлекательные условия для инвесторов, осуществлять и реализовывать нашу европейскую программу, европейский проект и одновременно находить точки соприкосновения с Россией там, где это возможно. Как вы знаете, и президент США Барак Обама, и главы НАТО, и некоторые руководители Евросоюза уже много раз говорили, это понятно, что процесс реинтеграции с территориями конфликтами Южной Абхазии, Осетии, он заморожен и он тормозится, естественно, Российской Федерацией. Да, Леонид Калашников накануне вашей встречи с Григорием Карасиным, это глава комитета Госдумы Российской Федерации по отношениям со странами СНГ, он сказал, что возобновление дипломатических отношений действительно возможно, но Грузия должна сделать первый шаг, потому что это она их разорвала. Вот этот первый шаг, это с вашей точки зрения что имеется в виду? Да, ну первый шаг мы и не будем пока сделать. Да, безусловно, восстановив дипотношения, мы бы признали ситуацию, которую российская сторона называет новой реальностью. И они говорят, что ничего не будет, пока Грузия не сделает первый шаг. Ну этот первый шаг, в принципе, наши российские коллеги все прекрасно знают, все прекрасно понимают. Я имею специалистов этого дела, те, которые имеют отношение к этой проблематике. Мы сейчас восстановить отношения не можем, и это на повестке дня никак не стоит, пока нет никакого прогресса по решению проблем, связанных вот с нашими конфликтными регионами. А я прошу прощения, я должен перебить. Его позиция понятна, что он сказал, Грузия должна сделать первый шаг. Вы говорите прогресса, что будет прогрессом для Грузии? Значит, российская, я понимаю, значит, интерес российской стороны. Безусловно, они заинтересованы в том, чтобы Грузия смирилась с этой ситуацией. То, что Абхазия, Южная Осетия – независимые государства. А мы им говорим, что мы с этим никогда не смиримся. Вот я сейчас хочу повторить. Мы с этим никогда не смиримся. И они должны знать. Потому что смириться с этим невозможно. То, что в 20 километрах от Белиссии какое-то государственное образование, которое полностью зависит от государственного бюджета России на 95%, там, где стоят российские войска, которые, значит, постоянно проводят вблизи нашей столицы учения и многое другое. То, что Россия не выполняет свои обязательства, взятые в 2008 году, идет милитаризация этих регионов, нарушаются права грузинского населения, похищают людей. Я многое-многое могу сказать. В этой ситуации, признать депотношение, исключено. И на повестке дня не стоит. Но если эта ситуация будет меняться в лучшую сторону, и это мы заметим прежде всего в Женеве, естественно, и в Фраге тоже, если, значит, динамика появится, будет очень значительный прогресс по пути урегулирования этих конфликтов, на каком-то этапе, видимо, вопрос... Но еще раз, я должен уточнить, прогресс, да, это отозвать независимость этих непризнанных республик? Может быть, где-то вот посередине этого прогресса, когда уже будет видна цель, и что мы идем к этой цели, что вот уже вырисовывается какая-то новая реальность. Вы считаете, что это возможно? Это возможно. Я считаю, что это возможно, и я считаю, что это так и будет, в конце концов. Я не знаю, когда это будет. Будет ли это в этом году, будет ли это через пять лет. Но я уверен, что это рано или поздно произойдет. Потому что насколько это неестественная ситуация для всего мира, и международное общество не собирается с этим смириться. Так что в какой-то степени эти регионы тоже оказались жертвой вот этой конъюнктуры, которая возникла в 2008 году. Это изменится обязательно. Когда это произойдет, я не знаю. Я думаю, что в России тоже многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию этих регионов независимых государств, была большая ошибка. Я это вижу, я это чувствую, я это слышу. В начале октября госсекретарь США Джон Керри сделал заявление, что Россия должна столкнуться с расследованием военных преступлений, совершенных в Сирии. Это имеет в виду бомбежки мирного населения. До этого летом Федерико Магерини сделала заявление, они подготовили доклад о глобальной стратегии внешнеполитической Евросоюза, где Россия называется официальным вызовом Евросоюза. Эти заявления делаются стратегическими ближайшими партнерами Грузии. Грузия стремится объявлять свой курс НАТО-Евросоюз. При этом ближайшие партнеры называют Российскую Федерацию военным преступником, главным вызовом Евросоюза. Влияет ли это на вот эти двусторонние отношения, их продолжение не сказывается ли тот факт, что грузинская сторона ищет варианты дальнейшего согласования, улучшения отношений на сотрудничество с Евросоюзом Евросоюзом? Нашу ситуацию, наши отношения и наш подход, то, что мы называем прагматичным подходом, все хорошо понимают и, в принципе, вот я повторяю, что и ценят то, что грузинское руководство делает правильные шаги в плане не только вот какой-то динамики в российско-грузинских отношениях, а и для региональной безопасности тоже. То, что мы уменьшили возможности возникновения новых, больших проблем в наших взаимоотношениях, это не только ценность для Грузии и, возможно, для России тоже, но и для всего региона. Регион очень сложный, один из сложнейших регионов в мире, наверное. Здесь и конфликтная ситуация, значит, между нашими соседями. На Северном Кавказе тоже не совсем спокойно всегда. Так что вот мы постоянно говорим нашим российским коллегам, что Грузия сейчас всячески старается думать и заботиться о региональной безопасности. И наш диалог с Россией, наша коммуникация часть вот нашей вот этой политики. Поэтому вот мы, когда обсуждаем отдельные инциденты, стараемся донести до наших российских коллег, насколько они опасны. Вот самый малый инцидент может вызвать большую проблему. Может вызвать такой процесс, который потом невозможно будет остановить. Элементарная логика подсказывает, что Россия должна быть заинтересована в стабильности и в мире на Южном Кавказе. А пока сохраняются вот такие большие проблемы по нашему соседству, значит, рядом с нами, я имею в виду Азербайджан, Армения, Карабахскую проблему. Пока сохраняется вот такая ситуация в Цхинвальском регионе, в Абхазии. Всё это создаёт всегда риски, последствия которых невозможно предсказать. Поэтому на этом и основывается наша оптимизма, что Россия на каком-то повороте должна прийти к мнению, что надо искать какие-то другие пути. Госсекретарь США называет Россию военным преступником. Федерико Маггарини – главным вызовом Европы. Мартин Шульц – это председатель Европарламента, сказал, что агрессивные действия России в Грузии, в Украине, в Сирии комментируют ситуацию. Они абсолютно расходятся и не совпадают с философией Евросоюза. Во-первых, согласна ли Грузия с этими заявлениями, учитывая, что есть сбалансированный подход и попытки нормализовать эти отношения? Сейчас эти заявления идут практически каждую неделю от разных представителей Евросоюза, НАТО, Соединённых Штатов. Соединённые Штаты и Российская Федерация находятся в очень острой фазе отношений. Грузия смотрит на эти заявления? Грузия реагирует на эти заявления стратегических партнёров? И укладывается ли это в... У нас намного сложнее и драматичнее отношения с Россией, нежели со всеми странами, которые вы перечислили. И европейские страны, и страны Евросоюза, и Соединённые Штаты. Если сравнить уровень их отношений, взаимоотношений, они в какой-то степени торгуют с Россией, они дипломатические отношения не прерывали. Есть и гуманитарные контакты. Они снизились, они уменьшились. Всё это на порядок ниже. Но в любом случае, если сравнить с нашей ситуацией, это небо и земля. У нас намного драматичнее ситуации, намного худшие отношения с Россией. Они вообще в тупике находятся. У нас даже дипотношений нет. Межгосударственных отношений нет. Ну куда дальше ещё? Не воюем уж, а то всё остальное уже, так сказать, налицо. Мы завершили военную фазу, и сейчас стараемся как-то выйти из этого тупикового положения. Поэтому сравнивать нашу ситуацию и ситуацию между Евросоюзом и Россией, я думаю, не совсем резонно. Я спрашивал, сказывается ли ухудшение... Безусловно. Есть торговая, сказывается ли она на отношениях Грузии и России? Учитывая, что Грузия идёт Евросоюз. Ну вот я повторяю, что дальше хуже некуда просто. Хуже – это возвращаться уже к каким-то силовым действиям. Ну куда ещё хуже? Мы встречаемся в Женеве. Единственное место, где мы встречаемся, соприкасаемся с Россией. У нас даже посольств нет. Это раз три месяца в Женеве, раз три месяца в Праге. А представители Евросоюза, Соединённых Штатов, они постоянно, на постоянной основе взаимодействуют с Россией. Встречаются, разговаривают по телефону. Полноценные дипломатические представительства. То, что касается Украины, она даже дипломатические отношения не разорвала с Москвой. И даже в СНГ в какой-то форме она остаётся. То есть наш случай особый. У нас даже мы вот эту военную фазу, даже технически мы ещё не вышли из военной фазы. Но вот там предполагается принять совместное заявление о неприменении силы, значит, мирного договора. Но, как я помню, Российская Федерация была против. Ну вот против. То есть я к тому, что мы ещё из этой фазы не вышли технически. Конечно, мы не воюем, это уже не война. Но это ещё не полноценный мир. Возвращаясь к этой теме, если я правильно понимаю, учитывая партнёры Грузии и представители Грузии, НАТО и Евросоюза, они продолжают, несмотря на свои отношения с Россией, понимают ситуацию Грузии, этот особый подход. И они позитивно настроены к тому, чтобы Грузия дальше продолжала урегулировать. Они с полным пониманием относятся к нашим делам. Мы с Евросоюзом очень сильно продвинулись вперёд. Я думаю, то, что мы делаем с Россией, это является сильно поддерживающим фактором нашего европейского проекта. Если бы не было того, что мы стараемся сделать с Россией, наверное, намного сложнее было бы ассоциированное соглашение подписать с Евросоюзом. То есть одно помогает второму. Они не противоречат друг другу. Наоборот, наши попытки исправить ситуацию поддерживают дальнейшее расширение, углубление нашего взаимодействия с Евросоюзом. Мы подписали соглашение об ассоциированном членстве. Значит, создали свободную торговую зону. Скоро получим виза-либерализацию. Вот наша коммуникация, наши контакты с Россией на этом фланге, в этом направлении, они в значительной степени обеспечили успех этого европейского направления. По опросам NDI, рост мнения, то есть NDI задавала вопрос при опросе так, готовы ли вы отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО в пользу отношения с Россией, налаживания отношения с Россией. И этот процент, он рос за последние два года. И в 2016 году весной этот процент был под 30%. Вот это сбалансированная политика. Не ведёт ли она к тому, что население, слыша в информационном поле вот эту информацию про, возможно, оптимизм в продолжении налаживания отношений и так далее, правильно ли подаётся, может быть, эта информация, во-первых, о сотрудничестве России и Грузии с грузинской стороны? Во-вторых, не ведёт ли она к тому, что растут пророссийские настроения и антизападные в обществе? Я не думаю. Все вопросы показывают, что как раз те, кто поддерживает нашу европейскую программу, европейский проект стабильно высок, оно меняется иногда чуть ниже, чуть выше, но процент очень высокий. Процент очень высокий, но процент тех, кто выступает за российское направление, он немного, но растёт за последние несколько лет. По моим наблюдениям, особого там роста нет. Зависимость тоже, знаете, от глобальной ситуации, она тоже влияет на умонастроение людей. С другой стороны, никакого особого оптимизма, чрезмерного оптимизма мы людям не внедряем и мы не говорим, что вот завтра мы всё решим. Наоборот, когда мы начинали вот этот диалог с Россией, и до сих пор мы постоянно повторяем одно и то же, что не надо иметь какие-то чрезмерные ожидания. То, что мы восстановили торговлю, транспорт, коммуникаторизм, не надо от этого делать выводы из этого, что вот завтра всё решится автоматически и остальное. Нет, это очень сложный процесс. Сколько это займёт времени, мы не знаем. Но мы сделаем всё возможное, что в наших силах, чтобы поэтапно решать и те проблемы тоже. То есть здесь какие-то нереалистичные ожидания мы и самые прогнозы и обещания людям не даём. Спасибо за это интервью.